Добрый день! Продолжает работу в прямом эфире радио Финам-ФМ. Наша частота 99,6 в студии Роман Бабаян. Сегодня мы внесли некоторые изменения в наше расписание, сняли, перенесли на другое время эфира наши программы бизнес-класса «Сухой остаток». И, как вы понимаете, все это мы сделали из-за ситуации на Украине. Будем работать в прямом эфире почти два часа. Будем обсуждать ситуацию на Украине с нашими экспертами. Соответственно, я буду знакомить вас с самыми последними новостями, которые приходят по линиям информационных агентств. Также обсудим все это с вами. Мы хотим обратиться к нашим слушателям с просьбой звонить, потому что нам очень важно понять, что вы думаете о том, что происходит на Украине. Особенно если среди наших слушателей есть граждане Украины, которые на данный момент находятся на территории России, в Москве и слышат наш эфир, то особая просьба именно к ним позвоните, пожалуйста. И мы с вами поговорим, какой вы хотите видеть вашу страну, какой вы хотите видеть вашу власть и какой сценарий, по-вашему, будет разворачиваться дальше на Украине. Итак, начинаем. Начну с самых последних новостей, которые пришли по линиям информационных агентств. Власти Украины намерены продолжить переговоры с оппозицией страны, несмотря на беспорядки и несмотря на все то, что произошло минувшей ночью в Киеве. Уличные столкновения в Киеве продолжаются. Президент Янукович требует от оппозиции призвать радикалов, нарушивших закон и ответственных за кровопролитие, прекратить противостояние и начать диалог. Пленарное заседание Верховной Рады Украины, намеченное на сегодня, отменено. Пик противостояния между правоохранительными органами и экстремистами на Украине пришелся, как я уже говорил, на минувшую ночь. Официальные органы постоянно обновляют данные по погибшим и пострадавшим. Я не преувеличиваю, эта информация действительно обновляется практически каждые полчаса. Но вот пока то, что у меня есть в моем распоряжении. За последние сутки, по сообщениям Минздрава Украины, 25 человек погибло в ходе беспорядка в Киеве. МВД страны уточняет, погибло 10 сотрудников Министерства внутренних дел. Более 70 получили, внимание, огнестрельные ранения. 349 человек госпитализированы. При этом МВД Украины заявило, что сотрудники правоохранительных органов не используют огнестрельное оружие. По словам главы МВД Украины Виталия Захарченко, характер огнестрельных ранений у погибших мирных граждан в ходе столкновений на Украине свидетельствует о том, что против них применялось оружие, аналогичное тому, которое сотрудники правоохранительных органов изымали в эти дни у радикалов. Характер этих ранений говорит о том, что получены они из оружия, которое правоохранители изымают в эти дни у экстремистов. Это цитата Захарченко. Еще недавно на Майдане жгли покрышки, но теперь огонь охватывает автомобили и отдельные здания. Ночью горел Дом профсоюзов. Шли сообщения о том, что горит Киевская консерватория. При этом из-за ситуации в центре города пожарные машины подъехать к этим зданиям не могут. МВД Украины сообщило о нападении на посольство Канады. Я потом позже еще обслужу с нашими экспертами этот момент тоже, потому что в интернете есть даже видеокадры того, как происходил вот этот вот погром посольства Канады. Группа радикалов, да-да-да, это вот все про Канаду, сообщение МВД. Значит, кроме того, по данным МВД, неизвестные пытались с помощью взрывного устройства штурмовать Печерское управление столичной милиции, а также захватили два троллейбуса и перекрыли им две улицы в центре города. Ну, как вы видите, все эти сообщения с ссылкой там на МВД или с ссылкой на Министерство здравоохранения Украины, все это напоминает сводки практически боевых действий. То есть, это уже последствия самых настоящих боевых действий. При этом власти, как я с чего начал, по-прежнему говорят о переговорах. И призвали сегодня вот такое важное заявление у нас появилось с утра. Власти призвали фирмы, которые работают в центре Киева, объявить выходной. Выходной, судя по всему, в Киеве действительно сегодня получился отличный. Что еще из самого основного перед тем, как мы начнем обсуждать ситуацию на Украине с нашими экспертами? Заявление Януковича. Вернее, это даже, наверное, не заявление. Правильнее это будет назвать обращением к нации. Президент Янукович выступил по телевидению с текстом заявления. Я сейчас попробую его так вот бегло процитировать. Дорогие соотечественники, у нас с вами были разные испытания, но сегодняшнее, пожалуй, самое тяжелое из них. Произошла беда, погибли люди. И это большая боль и трагедия для каждого из нас. Однако, и это мы вместе должны пережить и преодолеть. С самого начала нынешнего противостояния я призывал к диалогу, будучи категорическим противником силовых вариантов, а тем более кровопролития. Это мой жизненный принцип. Ни одна власть не стоит, и капли пролят из-за нее крови. Именно этим принципом я руководствовался в 2004 году, когда остановил своих сторонников от столкновения со сторонниками моего оппонента. Поэтому и в нынешнем конфликте я делаю ставку на диалог. Господь дал человеку язык для того, чтобы он мог найти общий язык с другим человеком. Далее Янукович говорит о том, что он неоднократно предлагал переговоры и вступал в переговоры с лидерами оппозиции. Он напоминает о том, что были приняты соответствующие решения об амнистии, об отмене законов, которые в Украине называли антидемократическими и так далее. Но далее он обвиняет оппозицию в том, что они призвали своих сторонников к оружию. Они перешли границу, когда призвали людей к оружию, говорит Янукович. А это вопиющее нарушение закона. И законопреступники должны предстать перед судом, который определит им меру наказания. Это не моя прихоть, это моя обязанность как гаранта Конституции. Обеспечить мир в стране, покой граждан и справедливость в отношении каждого. Исходя из этого, я еще раз призываю лидеров оппозиции, которые утверждают, что они стремятся к мирному регулированию, немедленно отмежеваться от тех радикальных сил, которые провоцируют кровопролитие и столкновение с правоохранительными органами. Или в случае, если они не желают уходить, признать, что они поддерживают радигалов, и тогда с ними будет другой разговор. То есть Янукович в этом обращении, по большому счету, не исключает возможности того, что он может применить в отношении лидеров оппозиции, а это Тигнебок, Кличко и Юценюк, какие-то другие меры, на этот раз может быть действительно какие-то решительные. И еще одна из главных новостей, то, что состоялся разговор между Януковичем и президентом России Владимиром Путиным. Вначале, правда, у нас были сообщения, что телефонный разговор не состоялся, потому что Владимир Путин был занят. Но вот сейчас идет информация о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждает, что Владимир Путин и Виктор Янукович обсудили ситуацию на Украине накануне ночью. Что касается сообщения о том, что якобы имел место телефонный разговор между Януковичем и Путиным, то такой телефонный разговор действительно имел место накануне ночью. Но какая-то информация, которая публикуется якобы о содержании этого разговора, является ничем иным, как уткой, и не соответствует действительности. Конец цитаты Дмитрия Пескова. Вот такая вот у нас картина. Здесь у меня в студии я постоянно слежу за лентой информационных агентств. Следим за ситуацией в Киеве в режиме прямого эфира по нескольким телевизионным каналам. И периодически я буду вам рассказывать, что происходит непосредственно на самом Майдане и в самом центре Киева. А сейчас у нас на связи Алексей Анатольевич Мартынов, директор Международного института новейших государств, политолог. Добрый день. Добрый день, Алексей Анатольевич. Здравствуйте. Ну что скажете, как вам ситуация на Украине? Как вы думаете, что это такое? Ну, знаете, я хочу сказать, что к огромному моему личному сожалению, украинское государство оказалось недостаточно зрелым для того, чтобы противостоять экспорту этих технологий арабской весны на Украину. К сожалению, мы видим, как по нотам разыгрывается этот сценарий модернизированного цветного переворота, который уже имеет такое систематийное название «арабская весна». То есть цветной переворот с элементами экстремизма, с оружием, со смертями, с поджогами и так далее. Вы сказали модернизированный вариант. А что такое модернизированный вариант? Я же говорю о том, что от простого стояния на площади, да, то, что мы наблюдали в четвертом году, в Египте и далее по Северной Африке были откатаны новые технологии, когда в это стояние был добавлен силовой такой сегмент или компонент. Да, и технология действительно практически одна и та же. Точно так же людей консолидируют, собирают на определенные акции путем интернета, по Фейсбуку, по Твиттеру. Такие же товарищи, которые координируют деятельность тех или иных групп, потом действительно вооруженные какие-то нападения на представителей государства, на государственные институты. Алексей Анатольевич, а вот скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, к чему все это может привести? Это приведет к, на мой взгляд, к целому региональному кризису, не только на Украине, но и в Казахстане. У нас там по-соседству не вполне будет полученная Молдова, если вы помните. Вполне себе, значит, в любом случае, мы вчера уже слышали резкие заявления в Крыму о том, что Крым готов подняться на свою защиту. В Харькове, в Одессе, да. В Харькове, естественно, в Одессе, само собой. В общем, ничего хорошего, ничего хорошего это не приведет, на мой взгляд. Да, вот сегодня еще сообщение о том, что Баррике захватили. Да, у нас, Алексей Анатольевич, к сожалению, у нас что-то там со связью происходит. Сейчас попробуют наши редакторы снова с вами связаться. Но насколько я понимаю, что ваше заявление о том, что ни к чему хорошему это не приведет, приведет к региональному кризису, это, наверное, можно все-таки трактовать так, что Украина на данный момент находится буквально в полушаге, даже не в шаге, а в полушаге от гражданской войны, к сожалению. На связи Андрей Акара, московский российский политолог. Андрей, Андрей, добрый день. Добрый день, Роман. Да, добрый день. Андрей, где находишься, скажи, пожалуйста. Я на ты, ничего? Нормально, в окрестностях Киева. В окрестностях Киева. Андрей, у меня просьба такая. Да, большую часть, значительную часть этих событий видел непосредственно. Отлично. Отлично. Вот у меня просьба такая. Поработай, пожалуйста, с нашим специальным корреспондентом сейчас в Киеве. Расскажи, пожалуйста, что происходит в данный момент. В данный момент происходят такие события, которые, если рассматривать их как с философской точки зрения, это рождение новой социальной реальности. Если рассматривать их с политологической точки зрения, это смерть старой Украины и рождение новой Украины. Если их рассматривать с точки зрения непосредственно политического анализа, это война фашистского политического режима против своего народа. То, что происходит в Киеве, это убийство, которое делает режим Януковича. Угу. Позиция ясна. Но если разрешишь, давай поспорим. Вот у меня такой вопрос. Что должен был сделать господин Янукович, президент Украины, когда на улицах его столицы, в самом центре столицы, нападают на сотрудников Министерства внутренних дел, избивают битами бейсбольными, забивают практически до смерти? Я уже не говорю про то, что стреляют из винтовок с оптическим прицелом, из пистолетов и так далее. Вот предположим, Андрей, вот предположим, ты президент Украины, и вот такая вот история происходит у тебя в стране. Ну, во-первых, в Украине произошел государственный пероворот в 2010 году, когда Янукович изменил неправовым способом Конституцию. Он присвоил себе те полномочия, с которыми его не избирали. После этого, вот с чего началась вчерашняя история. Вчерашние события начались с того, что депутат Верховной Рады по имени Юрий Деревянко подал в проект постановление Верховную Раду о том, чтобы Верховная Рада опубликовала в газете «Голос Украины», ну, это типа нашей российской газеты, опубликовала полный аутентичный текст украинской Конституции. Это постановление не регистрировал спикер «Рыбак». Это постановление, в общем-то, и стало главным толчком к тому, что происходит. Вчера многие люди с самого Майдана пошли к Верховной Раде, потому что понимали, что может произойти в таком абсолютно незаконном формате, в том же формате, в котором произошло продавливание законов 16 января, так называемых, что в таком же формате будут завтра избирать премьер-министра. Соответственно, это и случилось. Кто начал первым кого кидать из коктейля Молотова «Беркут» в протестующих или протестующие в «Беркут», лично мне приходилось, я пытался вчера найти ответ на этот вопрос, мне известна разная информация, информация от людей, которые были на Майдане, показывали мне видео и фото, где «Беркут» кидает в людей коктейли в Молотова. И потом вот эти гранаты, газовые гранаты. Причем, скажу вам, знаете, вчера была аромансессия, я даже мазал лицо себе лимоном. Так вот, эти газовые гранаты с каким-то газом, ну, новый запах, такого еще не было. Он очень жесткий, он очень разъедает глаза и лицо, то есть необходима маска. То есть просто маска для лица. Ну, я понял, да, я понял, какой-то новый газ, да. Да, вот. Андрей, я понимаю, вот хочу, чтобы просто вот так, для чистоты, как говорится, отношений, да. Список претензий у оппозиции к власти и у власти к оппозиции, он может быть, собственно, бесконечным. Это мы прекрасно понимаем. Я вот пытаюсь, я пытаюсь сейчас на эту ситуацию смотреть уже с точки зрения того, что в данный момент в режиме онлайн, как говорится, происходит в Киеве. И я пытаюсь понять, и вот пытаюсь выяснить, собственно, твою позицию. Что должна сделать власть или что должна сделать оппозиция, чтобы вот это вот все, что мы наблюдаем сейчас в прямом эфире, было прекращено? Я полагаю, что власть должна первое, что сделать, это дать приказ внутренним войскам и Беркуту не применять боевое оружие. Значит, вчера со стороны Беркута было применено огнестрельное оружие, и вот эти 20 с лишним, там говорят о 25 трупах, в основном это дети. То есть это студенты, ну это люди там 18-20 лет, это я общался с медиками, которые трупы видели, они говорят о том, что это боевые металлические пули, видимо, из Калашникова, там еще откуда-то. Вот, и, то есть это уже не резиновые пули, как было 19 января на улице Крушевского, это, ну вот так. Ну хорошо, с властью разобрались, да. Понимаете, в чем проблема президента? Президент не обменяем, он ночью выступил с обращением к народу, просто, ну, я не знаю, я не большой психолог, чтобы говорить, по каким, там, мимике и жестам можно судить о его вменяемости. У меня впечатление, это мое впечатление, это не анализ, да, это мое впечатление, что он не вменяем. Его действия говорят о том, что он не отдает себе отчет в том, что происходит. Он в 11 часов ночи вчера должен был встретиться с оппозитой, и в результате эта встреча состоялась там глубокой ночью. То ли это был, смысл этого оттягивания был в том, чтобы затянуть время, и в это время, пока оппозиция ждет президента, то есть лидера эти, три лидера ждут президента, чтобы в это время просто сделать силовую зачистку Маньдана, или же просто он не отдает себе отчет происходящим, судя по стилю того текста, который он зачитал на камеру, ну, вот этого обращения к народу, судя по всему, это мое предположение, этот текст написала Анна Герман, это подчеркиваю мое предположение, мое заключение, вот, то есть вся физиогномика, да, и там главная претензия, что вот в моем окружении, у меня есть тоже ястребы, группа ястребов в моем окружении, которая говорит о необходимости силовой зачистки, но я не делаю этого, и я всю ответственность за смерть и возлагаю на лидеров оппозиции. Ну, это, ну, я не знаю, я не моральный учитель, но мне кажется, это предельный цинизм, и речь о том, что в этой ситуации действительно, вот в чем патовость ситуации, в том, что украинцы оказались один на один с властью-бультерьером, то есть бультерьер, который идет только вперед, все загрызает, и у которого нет обратной связи. В этом трагедия Украины, и, знаете, когда у нас будет в Сочи закрытие Олимпиады, в этот день будут хоронить, там, 30, ну, или 20 чем-то человек, погибших вчера, и вот как раз будет такая вот, ну, вот, такой будет. Все понял, все понял. Спасибо, спасибо. У нас на связи был Андрей Акара, российский политолог, непосредственно находится в Киеве, и вот он выступил у нас в эфире со своим мнением. Не могу сказать, что я согласен с Андреем. Я понимаю его позицию, его позиция достаточно, собственно, она не меняется. Я знаю, что этой позиции Акара придерживается Андрей уже давно. Мы услышали все претензии в адрес власти, теперь давайте попробуем мы сейчас все-таки выслушать какую-то и другую точку зрения, но вначале, наверное, мы должны, да, вот мне показывают наши редакторы, что мы должны сейчас прерваться на очень короткую рекламу, и после этого будем спорить с Акарой, и к нам вернется в эфир, к нам вернется в эфир... Нет, не вернется, да? Алексея Анатольевича у нас не будет. Да, ну ладно, все, сейчас реклама, дальше разберемся. Это радиофенам.фм, частота 99,6, студия Роман Бубаян, и сегодня мы говорим о ситуации на Украине, будем говорить еще на протяжении полутора часов с нашими экспертами и слушателями, обсуждаем то, что происходит сейчас на территории Украины. Телефон в нашу студию 6510-99,6, вы можете позвонить и высказать свое мнение, мнение по поводу того, что происходит сейчас в Киеве и происходило в Киеве минувшей ночи. У нас есть звонки, Мирослава, добрый день, мы вас слушаем. Да, здравствуйте. Насколько я знаю, вы сами из Украины, да? Да, я украинка, я на прошлой неделе была в Киеве, я вчера звонила приятельнице, я спрашивала, как у них что там происходит, на самом деле безумно обидно, потому что очень много прозападных СМИ, они об этом кричат громко, они обещают какие-то непонятные блага, которые на самом деле, ну это же нам всем понятно, что это сказка, да? И везде очень легко найти материал о том, что в чем именно состоит интерес западных, в принципе, государств, да, в отношении Украины. Вот это такая вот опосредованная, что ли, форма ослабления России прежде всего, то есть Украина это всего лишь как бы плацдарм, да? Да, да. И они даже заинтересованы в том, что все говорят сейчас о том, что вот они готовы ее разделить. Ну, на самом деле, по-хорошему, Януковичу сейчас нужно выходить на любые какие-то возможные идеологии с Кремлем, просто вплоть до того, что требовать поддержки, военной поддержки, потому что нужен очень-очень жесткий ответ людям, которые сейчас вот провоцируют ужасы, будем говорить так, да? Да, я понял. Мирослав, вот такой вопрос, когда вы были в Киеве, что там происходило в тот момент, и что говорили ваши знакомые, там, друзья, приятели, как они воспринимают все это? На самом деле все говорят, основная масса говорит прежде всего тот народ, который там на Майдане, который прозападный, да, они оплачиваемы, это понятно. Называется сумма от 400 до 1500 гривен, ну, максимальная стоимость – это те, которые участвуют, собственно, в этих погромах, им платят самые большие деньги. И это просто люди, которые ничем не заняты, они малообразованы, они не хотят работать, зато они все сейчас, все повально ищут возможность уехать, извините, в Канаду или куда-нибудь там еще, в качестве политэмигрантов, да, то есть они уже сейчас на форумах обсуждают, а как бы вот, какие у меня могут быть преференции, если я уеду туда, вот, и они, на самом деле, просто это форма зарабатывания денег для тех людей. То, что они платят за это жизнью, они, наверное, ну, не очень себе, как бы, представляют реальную ситуацию. Я понял, Мирослава, а нет раздражения действующей властью, что ничего не делает, не наводит порядок? Он делает то, что он может. На самом деле, проблема Украины в том, что они пытаются все время сидеть на двух стульях, они все время, вот, в течение вот 90-х годов, наверное, они пытаются одновременно улыбаться Европе и пытаются быть хорошими Россией, причем Россия каждый раз идет навстречу, она каждый раз делает какие-то шаги и деньги дает, и все, но при этом, как только Украина получает то, что она хочет, она тут же разворачивается и говорит, что вот мы на самом деле там склонны к западным там каким-то... Все понятно, да, все понятно, понятно, Мирослава. Спасибо вам большое, спасибо, спасибо. Значит, несколько сообщений с пометкой «Молния» по линии информационных агентств. Вся ответственность за происходящее сейчас на Украине лежит на экстремистах. Кремль. Не уточняется, кто именно в Кремле, но вот такая новость. Следующее сообщение. Главы Министерства иностранных дел стран Евросоюза проведут в четверг в Брюсселе в неочередную встречу, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом заявил... Об этом заявил глава дипломатии ЕС Майкл Мэн. По его словам, пока неизвестно, отразится ли это на графике переговоров с Ираном в Вене, где Эштам представляет шестерку международных переговорщиков. Ну вот Евросоюз уже тоже собирается обсуждать ситуацию на Украине. У нас на связи Леонид Гозман, известный российский политик. Леонид, добрый день, я вас слушаю. Добрый день. Да, Леонид, вот перед тем, как свою позицию выскажите, я вам скажу так. Вот я вчера прочитал в Твиттере, по-моему, если я не ошибаюсь, вы написали «Дай бог удачи ребятам с Майдана». И это все, да, сообщение? Нет, это Твиттер. В Твиттере, да, в Твиттере. Это Твиттер, да. В Твиттере было написано это. Да-да-да. Там было написано не ребятам, а тем, кто на Майдане. Неважно, да. А до этого, да, так получилось, да, что я посмотрел в том же самом Твиттере ссылку, как вот люди, которые на Майдане битами, насмерть забивают сотрудников МВД. Вот я как-то вот не очень понял этого, Леонид. Вы знаете, Роман, ну, во-первых, то, что там происходит, это, конечно, ужасная совершенно трагедия. Гибнут люди. И на самом деле для меня как бы одинаково ужасная и гибель милиционеров, и гибель защитников Майдана, вот это кошмар. В отличие от того, что сказали в Кремле, я считаю, что ответственность лежит на действующей власти, на действующем президенте Януковке, который, судя по его заявлению, которое вот я внимательно тоже послушал, ну, вы знаете, вот я просто боюсь, так сказать, впасть в экстремизм. Я к нему всегда плохо относился. Я считаю, что человек, который был в две охотки по уголовным делам, не должен быть президентом республики. Но за него проголосовали украинские граждане. Да, это вот очень печально. Но он, по-моему, просто не очень умный человек, судя по тому, что он говорил. А теперь насчет Майдана и прочего. Я о чем делаю. Когда, вот представьте себе, что вы идете по улице, и к вам подходят, и начинают вас грабить или оскорблять вашу жену и так далее, и начинается драка. Начинается драка. И вот если высказать кусок этой драки, значит, как вы, дай вам бог удачи в этом случае, как вы, значит, кулаком или кирпичом вот этого бандита по морде, и сказать, ну, посмотрите, Бабаян, что экстремист, экстремист ужасный, да, экстремист, фашист, я не знаю, кто еще, Дашнак и прочее. Да, 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 я понял, мысли ясна, да. Но это, Леонид, 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 вот, ну, Леонид, ну, смотрите, по морде, когда там пытаются меня ограбить или когда пристают к моей девушке, это одна история. Но я говорю совсем о другом. Я видел, как они выдеоргивают просто из цепочки, там, я не знаю, кто стояли, внутренние войска, Беркут ли это, не важно, мне абсолютно все равно. Да, Беркут. Они выдернули этих двух ребят, они начали бить их бейсбольными битами, те уже лежат практически мертвые, не шевелятся, они продолжают их избивать, и снимают с них ботинки, Леня, ну, ботинки снимают с них. Войны не бывает, войны без жестокости и безобразия. Ну, не бывает, к сожалению, да, к сожалению, такой войны не придумали. Вот, и война, это всегда трагедия, это всегда ужасно, и всегда во время войны появляются люди, которые делают то, о чем вы сейчас говорите. Но принципиальная вещь, мне кажется, другая. Я был на Майдане. Я был там недолго, но все-таки я там был, и вот я видел этих людей. Да, это никакие не экстремисты, это не правда, что это экстремисты. То есть те, кто там бьют бейсбольными битами безоружных людей, уже упавших. Они не с Майдана, они там просто мимо проходили. Нет, они тоже с Майдана, но, понимаете, послушайте, вот в любой армии есть преступники, в любой толпе есть идиоты. Это, к сожалению, всегда так. Но в целом люди, в целом люди, там были очень мирные, они не хотели никакого противостояния, они не хотели никакого совершенно насилия. И они, на самом деле, не за Запад, не за Евгений, то, что был камня, на самом деле, они за нормальное чувство человеческого достойности. Да, они за собственные права их достал воровской режим Януковича. Абсолютно правильно. Я про это? Абсолютно правильно. Именно про это. И это даже не экономический процесс, это моральный процесс. Это ровно то, что было у нас в конце 80-х. И вот та атмосфера, которую я сам видел на Майдане, я сам видел, да? Да, да, да. Эта атмосфера была точно такая же, как в августе 91-го вокруг нашего Белого дома, когда мы стояли и не хотели, чтобы пришли обратно коммунизм. Хорошо. Ну вот, хорошо, я понял, Леонид. Ну, да, хорошо. Там вот такие вот люди, которые с чистыми совершенно намерениями пытаются изменить жизнь собственной страны в лучшую. Вот на большинство. В лучшую сумму. Большинство, большинство. Но там есть и те, которые убивают людей. Что мы будем с ними делать? Мы будем продолжать... Вот что должны сделать власти Украины? Они должны теперь каким-то образом, да, сказать, вот эти плохие, мы сейчас попробуем в этой толпе найти этих плохих, им свернуть шею и заставить их отвечать по закону. А вот это вот хорошее, мы с ними будем вести переговоры. Вы знаете, я думаю, что это невозможно. Это невозможно. Вы просто понимаете, что выборы, выборы, это невозможно. Конечно. Что должна сделать власть? И дай бог, чтобы противостояние вот этой, гибель людей и калечивание людей закончится как можно быстрее. Но когда это закончится, я думаю, что те, кто будут в этот момент власти на Украине, они должны будут аммистировать всех участников боя. И убийц тоже? И убийц тоже. И убийц тоже. Потому что их невозможно... Потому что... Послушайте, послушайте. А когда возникает естественный вопрос, а те люди, те активисты Майдана, которые были найдены убитыми со следами пыток и избиений на теле в течение всех предыдущих дней, значит, давайте сейчас трясти весь Беркут и найти тех, кто это сделал, это... С этим нельзя остановить. Знаете, с Гринзанской войной нельзя закончить. Ее можно только остановить. Вот остановить. Понимаете? Поэтому я думаю, но это на самом деле дело новой власти Украины. Другое дело, что мне кажется, что президент Янукович властью на Украине, легитимной властью на Украине больше не будет. Вот мне кажется, что это закончено. Причем, понимаете, дело не в юризмах, не в юридических аспектах. Вот Николай II, последний наш император, он был в феврале 1918 года не менее легитимным самодержавным государем, чем сразу после коронации. Но он потерял в глазах людей, он потерял право быть царем, когда он открыл огонь в кровавое воскресенье по людям и так далее. Мне кажется, мне кажется, да, вот я смотрю со стороны, естественно, как и вы, как и все мы, значит, я только переживаю за людей, которые там погибнут. Мне кажется, что президент Янукович фактически потерял право быть президентом. Хотя его избрали законным путем, тем не менее, я думаю, что... Хорошо, Леонид, хорошо, я понял, да. А кто у нас получил это право, волшебное, быть президентом? Яценюк, Тегнебок, Личко, кто из них нравится больше? Ну, Господь, они иллюзии, не очень, не очень даже, так сказать, особенно Тегнебок, это вообще клоун, вроде Жириновского. Он может быть и клоун, он может быть и клоун, хотя я Владимира Вольфовича из Жириновского никогда не считал клоуном, это мое личное мнение. Умнейший человек, умнейший, Леонид, вы это знаете. А клоун и дурак, это разные слова. Да, да, да. Это разные слова. А, но Тегнебок, вот посмотрите, Леонид, просто работает клоуном, она с клоунами. Хорошо, хорошо, Леонид, посмотрите, вы сравниваете Тегнебока с Жириновским. У Жириновского никогда в жизни не было никаких молодчиков, которые захватывают военные городки, убивают милиционеров, которые убивают просто людей, обычных людей, которые находятся у себя на работе, в офисе партии регионов. Ну, что это такое? Я понимаю, вы, конечно, во-первых, это не люди Тегнебока. Во-вторых, они не тому не подчиняются, Тегнебок, для них вообще никто из водников. Насколько я знаю. Во-вторых, вы все-таки, когда вы говорите, убивают милиционеров и так далее, ну, послушайте, вот даже сейчас по данным на сегодняшнюю ночь, ужасную, жертв среди сторонников Майдана существенно больше и убитыми, и ранеными. А существенно больше это сколько? Давайте проведем сверку. У меня есть цифры по поводу погибших сотрудников милиции, раненых. Сколько? Вот у меня 10 человек погибших, свыше 300 человек госпитализированы. Ну, вот я слышал по Евроньюз, который, в общем, отнюдь не является такой антироссийским каналом, там вообще 25% принадлежит Российской Федерации и так далее. Да, вот они сказали, что в стадии защитников Майдана больше 20 убитых и около 1000 раненых. Вот. Они так сказали. Понимаете, на самом деле любая жизнь невосполнима, любая жизнь невосполнима. Просто нельзя о том, что сейчас происходит, говорить вот только в этих терминах. Вот они убивают милиционеров. Понимаете, а милиционеры убивают их. Вот это война. Это война. Причем... А это все-таки война, да, Леонид? Конечно, война. А я думал, это мирный протест. Нет, это был мирный протест, мирный протест, который превратили в войну. Превратили в войну. Я считаю ответственным за это того человека, который отвечает за безопасность и стабильность страны. и который является гарантом Конституции зовут Гарантом всего нас три. Виктор Янукович. Виктор Янукович. А вот такой вопрос, Леонид, вот такой вопрос. Вот смотрите. Мы регулярно в последнее время слышим следующее, что Янукович должен был уйти. Вы помните эти уже лозунги, собственно, да, они висели там на Майдане, да, в повестке дня. Янукович должен... Майдан, кстати, много чего висел. Ну да, но вначале начиналось все там с интеграции с Евросоюзом, потом политические требования Янукович должен уйти. Это уже в последнее время в повестке дня появилось, как говорится, возврат Конституции четвертого года, да? Но вот я всегда хотел задать вопрос, вот давайте с вами обсудим. Как Янукович, ради чего и в честь чего и с какой стать он должен был уйти, если это легитимно избранный президент Украины? Вот он уходит, а получается, что он просто предает тех людей, которые за него проголосовали, что ли? Нет, вы знаете... Потому что какой-то другой части населения он не нравится. Роман, вы знаете, требования к Януковичу уйти действительно звучали на Майдане очень активно, я их сам слышал, но на самом деле там говорилось, ну если всерьез, то говорилось не об уходе Януковича, а о досрочных выборах президента. И между прочим, никто из лидеров Майдана не подверг, насколько я знаю, я не слышал, что они подвергали сомнению легитимность Януковича на настоящий момент. Но они ему говорили, если убрать, так сказать, такой митинговый пафос, они ему говорили, вот видите, произошел кризис, и значительная часть населения вам перестала доверять. Вот тот кризис, понятно, что нужно подтверждение полномочий. Давайте сделаем подтверждение полномочий. Выберут вас, будете вы. Не выберут вас, не будете вы. Досрочные выборы. Мне кажется, что в ситуации такой молодой демократии, нестабильной, какова является Украина, досрочные выборы вещь, на самом деле, нормальная. И даже в более стабильных странах это бывает. Вы вспомните, например, генерал Дегольвуш, на что был уважаемый человек, провел референдум, проиграл референдум и ушел. Ничего, он в тот момент был легитимный президент. Его избрали, никто вообще ни сомнений не подвергал, его право связь в Елисейском дворце. А я вот сейчас вспоминаю ту же самую Францию, когда на улице Парижа вышел реальный миллион человек, которые выступали против президента Аланда, но почему-то президент Аланда никакие выборы не провел. А еще я вспоминаю Соединенные Штаты, когда там были точно такие же беспорядки, там окупай Уолл-стрит, да, и полиция жестко пресекает все это дело, и как бы все нормально, никто не идет навстречу вот этой маленькой части недовольности. Роман, ну нельзя же, ну нельзя же так смешивать. Окупай Уолл-стрит действительно была очень маленькая часть таких достаточно активных молодых людей. Против Аланда очень бурные, бурные действительно выступления, но, кстати говоря... Но он же назад не отыгрывает и на референдум не идет. Но там не было требований отставки Аланда, там было требование отмены некоторых законов. Это совершенно другое дело. Он отменил эти законы, Леонид? Нет. То есть я к чему? Я к тому, что мнение игнорируется? Послушайте, у них нет. У них есть парламент. И парламент избирается, между прочим, более, так сказать, с большим доверием граждан, чем наша Государственная Дума. Понимаете? И этот парламент, видя настроение граждан, тем не менее, принял определенный закон. Это дело парламента. Право граждан протестовать. Граждане, чем протестуют, между прочим, вот какой механизм в нормальной стране? Значит, вот граждане вышли, миллион человек вышли, говорят, ребята, все отменяется, нафиг не согласны и прочее. Члены парламента пугаются, что их не пересберут и меняют. Так, иногда не меняют. Вот тут не испугались, не поменяли. В Соединенных Штатах, когда были протесты против войны во Вьетнаме, когда несколько раз были миллионные демонстрации в Нью-Йорке, то власть Соединенных Штатов поняла, ребята, заигрались из Вьетнама, надо уходить и ушли из Вьетнама. Ну, это нормальный, это нормальный, нормальный демократический процесс. Ничего страшного нет. И от Януковича требовали, не чтобы он вышел и повесился, понимаете? От Януковича, Януковича говорили, Леонид Иванович, досрочный выбор. Надо досрочный, да, пойти на досрочный выбор, он не пошел. Леонид, я прошу прощения, у нас новости.